Ирина Шамрай 15 декабря этого года вспоминает, как страшный сон. В первой половине дня в квартире лопнули лампочки, задымилась проводка. Женщина, напугавшись, выбежала в подъезд, чтобы отключить электроэнергию. Мы вначале думали даже, что какой-то террористический акт. Начали хватать документы, все ценные вещи. Сказали, что был нарушен высоковольтный кабель. Копали работники электросетей. Свет они потом отключили. Там вызывали мы полицию, звонили в разные дежурные организации. Вечером, когда дали свет, мы стали подсчитывать наши убытки. В квартире сгорела не только бытовая техника, холодильник, микроволновая печь, стиральная машинка, но и частично проводка. В аналогичной ситуации оказалась половина жителей поселка Рождественский. По словам жильцов, причина сбоя электроэнергии – строительство нового дома. При установке опоры линии электропередачи рабочие задели кабель под землей. Разрешения на проведение этих работ на субботу у них не было. Подстанция буквально 5 метров. И, как они говорят, они не знали, что здесь лежит, проходит высоковольтный провод. В итоге получилось. Вот с этим они задели этот провод высоковольтный. В частном секторе напряжение упало до 40. Многоэтажка до 380. Энергетики поясняют, работу выполняли не они, нанимали подрядчика, но готовы оплатить ущерб за испорченную бытовую технику. В первую очередь они обращаются в мастерскую или сервисную организацию, которая ремонтирует бытовую технику в обязательном порядке, имеющую лицензию. Ремонтируют свою технику и берут документы, в которых значится, что данная техника была повреждена вследствие перенапряжения. С чеком об оплате и заключением от мастера, что техника действительно была повреждена в результате перенапряжения электроэнергии, жители должны обратиться в отдел энергосбыта в ТНС «Энерго», написать заявление о возмещении ущерба. Правда, не все жители готовы оплачивать доставку техники до организации, ведь эти деньги не возместят. Люди готовят документы для проведения независимой экспертизы и подачи иска в суд. Ольга Чегинцева, Игорь Щепотев, Новости Тулы.